Тема нарушений на территории парка поднималась на встречи главы курорта с ТОСовцами, после которой Сергей Сергеев раскритиковал работу подчиненных и потребовал навести порядок в детском парке. Почему по детскому парку? Что он мне может сказать? Почему это происходит? Каждый день в 16 часов разворачивают там бодрую торговлю вином самопальным. Вот сейчас давайте проедем и вы приятно удивитесь. В рейдовом мероприятии участвовали сотрудники Управления муниципального контроля и Управления торговли. Непорядок обнаружили, что называется, с первых шагов на площадке в начале парка. Некто весьма предприимчивый решил сделать здесь автостоянку. Ни о каком благоустройстве, асфальтировании места парковки, помещений для охранника, наличии шлагбаума, системы видеонаблюдения, ограждения территорий и правоустанавливающих документах новоиспеченные дельцы даже не подумали. Главное взимать плату в свой карман. Далее внимание проверяющих привлекло кафе под условным названием шаурма. Ни вывески, ни уголка потребителя, ни других документов. В наличии только приз владельцу кафе как участнику какой-то выставки, индивидуальному предпринимателю Армену Бабаяну. Ведется с грубыми нарушениями приготовление блюд, без санитарной одежды. Вообще предприниматель даже убежал, чего не позволено в предприятиях общественного питания. В ходе наших мероприятий мы попросили предоставить информацию о предпринимателе, кто осуществляет здесь свой вид деятельности, в чем нам отказали. Ни телефона не предоставили, ни разрешительных документов, ничего. В данный момент мы ожидаем представителей полиции для изъятия алкогольной продукции, для составления протокола и передачи документов в МВД и в Роспотребнадзор для принятия административных мер реагирования. В этом кафе нет оборудованной кухни, полная антисанитария. Отходы сливаются в самодельный септик, открытую яму, вырытую прямо за шатровой стеной кафе, которая находится в самом центре парковой аллеи на берегу речки Анапки. Прибывшие на место полицейские принялись за дело. Протокол о нарушениях будет оформлен. В кафе, к тому же, идет торговля спиртным и пивом на розлив, что категорически запрещено без лицензий и вне стационарных точек. На аллеях детского парка рейдовая группа также остановила незаконную торговлю ювелирными изделиями, пункт продажи которых располагался в непосредственной близости от пункта охраны общественного порядка. Но дежурных на месте не оказалось. Девушка-реализатор, на нее составили протокол по части 11 статьи 3.2 административного кодекса 608. Стихийные точки, естественно, мы закрываем и составляем административные материалы. Рейдовая группа также проверила по правилам ли идет торговля в ролетах у входа в парк. Сделала соответствующие замечания. Приятие точки мелкорозничной торговли. У предпринимателя обязательно должна быть вывеска о принадлежности, где указываются фамилия, имя, отчество, именен, режим работы, обязательно юридический и фактический адрес. Обязательно должна быть информация для потребителя, так как это ценники на реализуемый товар, бейджики. Ну и, конечно, желательно было, чтобы наши реализаторы и предприниматели имели более-менее надлежащий вид при обслуживании покупателей. Требования ко всем продавцам едины, и нарушать их не следует. Контрольные мероприятия в детском парке продолжатся. Продолжение следует...